Здравствуйте! Сегодня вы смотрите программу «Несогласованный вопрос» и у нас новая гостья. Это независимый консультант по вопросам контрактной системы и проектной деятельности, а также старший преподаватель ведущих образовательных учреждений Читы Наталья Кузнецова. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Дарья! Попала, наконец, на вашу передачу, очень рада. Скажите, вот вы живете в Забайкальском крае очень давно, вы здесь родились. Было ли такое, что лет 10, 15, 20 лет назад вы подумывали о том, чтобы покинуть малую родину, уехать за ее пределы? Ну, 10 лет назад я об этом, конечно же, не думала, во-первых. Во-вторых, для меня как бы понятие, очень не люблю понятие «малая родина». Родина есть родина, родина не может быть маленькой или большой. Она же как бы все равно родина. Поэтому не думала, 10 лет не думала назад. Сейчас, да, потому что складывается такая ситуация, что человек живет с какой-то целью, с какими-то задачами, с какими-то вопросами для чего-то, для кого-то. Ну вот, к сожалению, наступают такие моменты, когда это все переносится с одной территории на другую. На сегодняшний момент, ну, везде, во всех отраслях, в государственной службе, в коммерческой службе и так далее, повышаются и ценятся такие полипрофессионалы или мультипрофессионалы. К сожалению, Забайкальский край – исключение. Но вот такие профессионалы, вот такие люди, они есть. Это есть. Еще, как говорят, ой, все уехали. Нет. Это я могу точно сказать, что такие люди есть. Есть профессиональные, цельные, знающие и умные люди. Их немало. Но, к сожалению, они постепенно тоже уезжают. Вы в телу своей деятельности много, наверное, путешествуете, посещали российские города, крупные в том числе. Вообще уровень жизни забайкальцев, много про это говорят, начиная от, например, цен, цен, тарифов. Вот все-таки мы в не самом лучшем положении находимся. Экономисты же объясняют это какими-то факторами экономическими, территориальными и другими какими-то факторами. Ну, это факт, да. Цены выше, уровень жизни ниже. Я не люблю, когда по отношению к Чите говорят, что это провинция, ваш маленький городок. Чита является, откройте, загуглите, увидите. Чита является крупнейшим городом Российской Федерации. Первое место Москва по территории, потом Санкт-Петербург, Чита 13-е. После нас Новосибирск, после нас Краснодар. Мотивация? Мотивация. Почему мы не можем на вот этой нашей территории, не самой плохой, сделать такой же, как Ижевск, Новосибирск, Красноярск и так далее? Вот эти новые надежды, о которых вы говорите, появились снова на слуху у забайкальцев с пришествия нового в Рио губернатора Александра Осипова. Все, наверное, помнят тот день, когда он сошел с трапа самолета. Это кадры уже исторические поистине. И многие прямо вот, наверное, вздохнули по-новому, стали надеяться на что-то верить. Вот как вы, как специалист, оцениваете приход нового главы, сейчас временно исполняющего обязанности главы региона? Если мы возьмем забайкальский край, ну, у нас Российская Федерация очень большая. Да, это как бы там не Франция, не Германия маленькие, там, тем более не Япония. У нас большая Российская Федерация. Краев, областей очень много. Давайте мы сравнимся. Мы как бы не самая лучшая невеста, да, на выдании, чтобы ждать какого-то принца на белом коне. Александр Михайлович, это для нас на сегодняшний день, это лучшее, что мы как невеста должны были получить. Вот, это лучшее, что нам пришло. То есть мы выгодно вышли замуж, понимаете? Но останется ли этот жених с невестой надолго? Вот вы знаете, я хочу верить людям. Вот если человек говорит, что я хочу, я буду жить в Забайкале, ну, давайте будем верить сейчас, сегодня этому. Давайте потом поживем год, два, три, пять, ну, вдруг у нас получится хорошая семья, и она будет надолго, и все будет прекрасно. Одной из причин нашей встречи послужило ваше высказывание в одной из социальных сетей о том, что вы знаете ответ на вопрос, почему с периодичностью, там, раз в неделю срываются национальные проекты, реализация национальных проектов в нашем регионе. Странно, что ответ на этот вопрос не знают многие чиновники, которые должны этим заниматься, да, главы администрации. Так в чем причина того, что мы из года в год попадаем в аутсайдеры? Давайте разберемся, что такое национальный проект. Это инструмент, да, причем ресурсообеспечивающий инструмент, да, для того, чтобы каким-то образом, ну, говорю таким простым языком, да, для того, чтобы нашим телезрителям было это все, в общем, понятно и ясно. Такой ресурсообеспечивающий инструмент для того, чтобы на определенной территории, да, в определенном регионе жителям, людям жилось хорошо и припеваючи. Хорошо работали все отрасли, хорошо работали, получали деньги люди, социальные вопросы там и так далее. Муниципалитеты работают от нашего краевого центра, но я могу рассказать практический пример, находила, доходили, есть такие примеры, вот, когда у нас наше министерство или ведомство краевые, да, разрабатывали заявки для того, чтобы податься в один из 12 национальных проектов, ну, в какой-либо. Они, естественно, делали аналитику определенную, да, то есть они изучали местность, там, изучали демографические проблемы, изучали, там, дороги, изучали, там, уровень образования. Они делают запрос в какой-то район и говорят, ребята, предоставьте нам такую-то информацию о вашем положении, как у вас там вот с этим, вот с этим, вот с этим. Ребята, муниципалитеты садятся и им изучают, что у них там как, ну, там как изучают, там у них есть определенная статистика. Они не знают для чего. То есть они не знали, что они вот эту информацию готовят для того, чтобы войти в национальный проект. То есть я приезжаю в какую-то администрацию, не буду сейчас на район называть, вот, читаю им, допустим, лекцию по госстандартам, то есть у нас там были такие, потребность была у муниципалитетов по госстандартам. И в процессе лекции заходит разговор, я спрашиваю людей, что такое национальные проекты. Это было вот весной, вот этой уже весной, 19-го года. Люди не знают, сидит 30 человек в районной администрации из разных структур, с образования, с другой администрацией, там, со спорта. Я их спрашиваю, ну, просто отвлеклись от темы и вот спросила. Ну, по-моему, двое или трое человек подняли руки, кто знает, что такое национальные проекты. Вот если бы все вот эти причины срыва, ну, свести к минимуму, ну, пусть не убрать, да, пусть минимизировать, ну, получилась бы идеальная картина, просто идеальная. Сейчас вот самое время поговорить про территорию опережающего развития. Им тоже уделяется огромное внимание. Что скажете на этот счет? Вот мне эта идея очень нравится. Но, ну, у нас как, у нас уже очень часто так бывает, что задумывается все хорошо, идеально, и вообще, посмотрю, ну, там, с одной стороны, посмотрю, хорошо, с другой стороны, хорошо, вот. А реализация как-то нехорошо, вот. Ну, смотрите, что такое ТОР, опять же? Оценка, грубо говоря, инвестиционной привлекательности территории, да, как привлечь инвесторов. Ну, давайте смотреть. Опять же, если обращаться к нашей, там, аллегории про невесту, да, вот. У нас есть Забайкальский край, да, есть Алтайский, есть Якутия с алмазами, Алтайский край с пшеницей, да, есть какие-то другие, там, Иркутск с Байкалом, да, ну, и так далее, вот. Вот, ну, есть у нас, конечно, в Забайкальском крае куча-куча таких мест, которые, как бы, чем-то привлекательны, вот. Ну, а инвесторов давайте посчитать, вот сколько краев, да, ТОРы запустили на всю территорию Российской Федерации. Инвесторов сколько? То есть у нас же нет такой... По пальцам пересчитать. Конечно, то есть у нас нет такой прямо очереди из инвесторов, вот. И каким образом заманить инвесторов? У нас сейчас есть какие-то там инвесторы, которые сейчас привлечены, я, насколько я знаю, вот, в наш ТОР Забайкальский, да. Ну, посмотрим, я не уверена, что это сразу, потому что, ну, сами давайте адекватно, инвестор, у него есть деньги, он хочет куда-то вложиться. Куда он вложится? В Алтайскую пшеницу или в Забайкальскую? Ну, хорошо, у нас сейчас есть комсомолец, да, то есть... Ну, как-то агропромышленный комплекс все-таки о себе заявляет, да? Да, это прямо я очень сильно радуюсь, там и отлично, и хорошо. Там есть побочные эффекты, после того, что там как раб засеял, убрал там территорию, земля уже как бы... Но все равно, это вот прямо шаг, я не знаю, вперед. Но для инвесторов нужно быть сильно золотым, чтобы инвесторы сюда пришли. Если попросить вас несколькими словами описать сегодняшний Забайкальский край, ну, например, Забайкаль – это край, например, надежды, перспектив, там, еще чего-то, как бы вы описали его сейчас? Вот вы приедете в новый регион, куда вы уезжаете на постоянное место жительства, вас спросят, Наталья, откуда вы, как у вас там дела, что вы скажете? Ну, во-первых, я скажу люди, в первую очередь, потому что здесь очень, как бы, мы отличаемся. Да, когда говорят, что одинаковые, нет, мы отличаемся, Забайкальцы отличаются, это люди, первое. Вот. А второе, наверное, да, надежда, потому что, ну, вот прямо очень хочется, чтобы мы были прямо городом-садом. Самое интересное, что у нас есть на это и возможности, и ресурсы, и так далее. У нас территория Забайкальского края гигантская, на ней живет миллион людей. Ну что ж, тогда вам удачи на новом месте, надеюсь, что будете получать из Забайкальского края только хорошие новости. Спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Да, вам большое спасибо, удачи. Я напоминаю, что сегодня с нами была независимый эксперт по вопросам контрактной системы и проектной деятельности, а также ведущий преподаватель многих образовательных учреждений ЧИТЫ Наталья Кузнецова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА